В эфире первого балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». У нас в гостях депутат Европарламента Яна Том. Яна, доброе утро. Доброе утро. Город Таллин следит за различными европейскими практиками. Некоторые из них могли бы быть перенесены, что называется, на местную почву. Что бы это могло быть, по вашему мнению? Их, на самом деле, довольно много. Я, как член комиссии по социальным делам Европарламента, за этим слежу довольно пристально. Какие-то вещи мы обсуждали с Тавиасом, и я думаю, что они будут внедрены со временем. Первое, что приходит на ум, это социальные тарифы. Существуют две директивы. Я предсказал, что союз от 2009 года уже, согласно которым, наиболее ранимые группы населения должны быть обеспечены энергией в любом случае, при любых, так сказать, раскладах, энергией и водой для необходимых количеств для того, чтобы просто жить. У нас ситуация работает, как сейчас в стране. Получатели производственного пособия сначала оплачивают свои коммунальные счета, потом поставят эти бумаги в департамент социального обеспечения, тогда получают какую-то компенсацию. Если у вас долг, вы не оплатите, вы компенсации не получите. Получается такой замкнутый круг. В Бельгии, в Испании, в Португалии, в Греции, на Кипре, даже в Латвии, в Венгрии, во многих еще странах работает система по-другому. Людям, которые находятся ниже черты бедности, или которые очень мало зарабатывают, обеспечиваются, скажем, сколько-то километров воды бесплатно, сколько-то электричества, сколько-то газа. И потом уже они остальное оплачивают. И тогда им компенсируются вот эти вот остатки, которые необходимо оплатить. И работают с тем по-другому. То есть вы не сидите зимой, не мерзнете. Сначала вам это дали, потом вы это заплатили. То есть есть минимум, за который платить не нужно, а дальше уже сами решают. И это позволяет регуляции Республикского Союза. И эту практику вполне может быть и в Эстонии. Я думаю, что мы начнем с каким-то пилотным проектом. Может быть, в Сталине и посмотрим, как это будет работать дальше. Единственные ли плюсы в том, что вот есть какой-то минимум, то есть воды, газа, или же есть в социальных тарифах еще какие-то бонусы? Я думаю, что тут есть хороший бонус для квартирных товариществ, которые очень часто мучаются из-за должников. То есть если у вас есть в доме должники, это ваша головная боль, как за них платить. Если мы выводим людей из этого риска, они не остаются должны. Потому что они получают свой минимум. И они этим минимумом оперируют. То есть, естественно, товарищества получают значительное облегчение. Это касается в большой степени таких районов неблагополучных, где есть просто достаточно много бедного населения. Это решаемо, и это недорого. То есть получается, что люди, которые, фигурально говоря, чистят зубы, стоя под душем, платят чуть больше, чем вот эти вот самые незащищенные. И таким образом равновесие как-то восстанавливается. Это один из моментов, о которых можно говорить о европейском опыте. Он разработан повсюду уже, и нам есть, так сказать, чему поучиться. Насколько сложно ввести эту систему хотя бы в Таллине? Ну, все сложно ввести поначалу, да, но все решаемо. То есть если мы знаем, что есть 12 стран, которые это уже делают, то есть я сделаю вам пример. Как-то у меня в Брюсселе, я живу на две страны, и я не оплатила один счет за мобильный телефон. У меня был долг 17 с чем-то евро. Я получила письмо от местной социальной службы. Госпожа Том, у вас проблема с оплатой счетов. Приходите, поговорим о том, как облегчить вашу жизнь. Наверное, вам нужны социальные тарифы. Я, конечно, оплатила свой счет, но в принципе сама система, когда у должника общаются сначала в социальную службу, а уже потом дальше, она намного более гуманная, конечно же. То есть не то, что я напрямую общаюсь с поставщиком чего-то, а социальная служба в это включена. Чувствуется забота. Конечно, это намного более разумно, мне кажется. Это требует дополнительных ресурсов, но тем не менее это защитит людей. Другой момент, который мне кажется сейчас очень важным, и о чем мы уже тоже говорили в рамках предстоящих выборов с нашей гору правой, это борьба с семейным насилием. Это огромная проблема и в Эстонии, и в Таллине тоже. Это тоже статистика полицейская ужасающая. И на самом деле приюты для жертв семейного насилия в Европе считаются вчерашним днем. Это не решение проблемы, потому что ты убежал из дома, грубо говоря, ждешь пока у этого нехорошего человека заканчиваются деньги из-за поля, возвращаешься обратно. Существует система поддержки, которую можно сделать, которую мы знаем, как сделать. И у нас есть хорошие для этого примеры. Далеко ходить не надо Литва. Они, соответствующие закону, у них работает система поддержки юридическое, психологическое, и снизилось количество себе насилия в разы. То есть это то, что можно сделать на уровне муниципальной эксплуатации, я думаю, что в Таллине это будет сделано. Ну что ж, посмотрим. Яна, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Информационный блок «Добрый утро», Таллин, подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях была депутат Европарламента Яна Том. Продолжение следует...